В более коротких набросках, конечно, пока учимся, лучше на первых стадиях не экономить. Возникает желание сразу рисовать там что-то подробно, то есть нужно воспринять начало наброска как то, что вы движение берете, нормально там, спокойно его переделываете. Очень хорошо начинать освоение, конечно, набросков ручкой с каких-то более простых вещей, чем человек также, да, потому что там архитектура, что-нибудь там, какие-нибудь, может быть, животные там. Растения, да, они прощают ошибки, вот, поэтому там можно себе позволить немножко оторваться, как бы. Растения. 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 Продолжение следует... Если что-то за чем-то, то рисуем насквозь, не забываем этот момент. И не нужно экономить, например, на шее. То есть, там, типа, ой, шею не видно, ну, значит, сейчас я тут над рукой голову нарисую. А она не сядет, скорее всего. Если плечи и шею не наметишь, скорее всего, голова не сядет. Ну, вот где-то здесь у нас... Потому что комментариев потом не было, поэтому я звук подключаю, который был в студии. И немножко попробую сейчас покомментировать уже при монтаже. Вот видите, что мы уточняем контур, да? Более продолжаем уточнять контур. То есть, ну, скажем, пробуем в этот день. Пробую. Я пробовал. Сначала намечать тонким, да? Где-то брал я 0,05. Потом брал 0,3. А потом брал уже 0,8. Ну, и, соответственно, вот получалась такая, как бы, разница, да? Вот. При этом, ну, наверное, 0,3 достаточно ходовой. Хотя, на самом деле, тот, к которому ты приноровился, тот и хорош, да? Поэтому, в общем-то, тут, как бы, хорошо, наверное, перепробовать разные варианты, скажем так. Хорошо, когда есть сочетание линеров разной толщины, потому что... Ну, это даёт, как бы, некую такую игру. И при этом, конечно, начало более тонким, оно даёт возможность, вот, весь мусор, ну, как бы, его не удалять, не уничтожать, а считать его, как таким замечательным ореолом, таким прекрасным, да? Который, в общем, вполне себе не мешает, да? Вот. Поэтому, вот, вполне вариант. Сначала работать совсем тонким, достаточно свободно, делая, ну, так, как удобно, да? Да, наращивая постепенно верные линии, да? И потом обводить уже пожирнее, а потом ещё пожирнее, да? Ну, это второй вариант, он уже так, чтобы акценты какие-то расставить. Ну, вот такой вот получился набросочек. Вот. Ещё раз такой ключевой момент, что удобно, конечно, если у вас наработано уже карандашом, достаточная набросочная база, с одной стороны. С другой стороны, конечно, наброски сразу линером, оно, видите, что заставляют брать, как бы, ухватывать более осознанно, более конкретно. То есть, заставляют нас собраться, да? Стать более собранными. Что, в общем-то, ну, хорошо, да? Ну, вот видите, что мы намечаем то, что мы привыкли называть движением, да? То есть, это некие такие вот выразительные линии, проходящие, как бы, внутри фигуры, можно так сказать. Кстати, если смотреть наброски разных эпох, в том числе, искусство Византии, да, и русской иконы, да, которые в последнее время достаточно заострил внимание, то, в общем-то, наличие движения, да, наличие длинных характерных линий, да, оно, в общем, в хороших работах всегда бросается в глаза. Ну, вот видите, что потихонечку у нас мы начинаем, как бы, чуть одевать эти движения, но тоже то, что мы берём, это ещё не самый конкретный контур, а это именно, как бы, такой обобщённый, но при этом выразительный контур. Ну, в принципе, тот же самый сценарий, который у нас происходит и при карандашных набросках. Другое дело, что здесь мы, ну, пытаемся работать скупее, да, пытаемся работать скупее, с меньшим количеством слоёв. Что-то можно даже и померить, что на что попадает, например, да. Ну, в целом рисунки, конечно, в целом наброски рисуются без измерений, да, в целом мы стараемся просто попадать на глаз. Ну, и вот здесь у нас кисти пошли, да, для кистей у нас важно, что это характерный обобщённый абрис. У нас важен для кистей, как, впрочем, и для всех остальных частей тела. Ну, и вот то, что вы видите, да, мы, наверное, можем сказать, назвать таким набросочным мейнстримом, да, то есть достаточно обычные вещи, это не какая-то там моя техника, да, это самые такие вот обыденные линейные наброски, да, на мой взгляд, которые, в общем-то, обязательно надо ставить, да, чтобы это у вас было. Если вы собираетесь как-то вот обладевать рисунком, да, причём вот уже когда рисуете натюрморты, конечно, нужно активно заниматься и такими вещами. Потихоньку мы уточняем, да, не до суперподробного, а также обобщённо и характерно, стараемся уточнить. Момент достаточно важный. Вторая кисть, да. Придплечья как пошло. Причём, руки. Там немножко голову, но голову надо понимать, что не кусочки лица мы рисуем, которые торчат, да, а именно стараемся голову посадить. Ну и видите, что многократно проводя вот эти длинные линии, мы, по сути дела, их и нарабатываем. Так что рукам они становятся привычны, что, в общем-то, хорошо и правильно. Спасибо. 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 Ну вот, немножко мы ещё конкретизируем уже. Пожирнее линии у нас пошли, да. И уже у нас меньше возможностей для каких-то ошибок, в кавычках, да. Меньше возможностей для мусора, да. То есть желательно, чтобы сразу более-менее оно шло уверенно туда, куда нужно. Спасибо. 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 Дуги, да, состоят из характерных кусков. Так, да. Снова и снова это момент мы с вами повторяем. Ну вот кисти, да, там пошли. Немножко. Спасибо. 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 Движение. Как фигура стоит. Его стараемся ухватить. Достаточно ренессансно, да, вот сейчас так стоит фигура, конечно. Напоминает что-то даже из произведений эпохи Возрождения, уже наверное развитого ренессанса такого, да. Может быть даже немного барокко. В общем-то изгиб, да, такой пламеридная фигура, но и в общем-то положение руки также, да. Шея, да, как она крепится, да, как она сидит, важно куда она идёт, чтобы он сидел естественно. Как оказалось, как это flows, из-вы идёт, поцелу состояния как agencies и вforeish козы прибытие, одеваем до фигуры но по сути дела это все равно вот продолжение той же самой деятельности потому что все равно смотрим как бы обрис обобщенный и смотрим как через него проявляется движение да это для нас как раз таки важно а и продолжаем мы не только рисовать части да но и смотрим время в целом этот момент очень важный и вот у нас уже немного более жирный инструмент да сразу мы стараемся активно обводить но тут еще видимо время поджимала да поэтому ускориться ну вот как-то так как прошло ренессансная рука но все равно желательно обводя все-таки стараться не механически действует даже если время поджимает а все-таки как бы смотреть как улучшить немножечко набросок там подпись это в общем то неважно ну вот следующее у нас такой следующее движение очень интересное да такое ну в общем то замечательные на самом деле натурщик да один из лучших да отличается тем что всегда момент позирования да это момент творчества да какого-то пластического искусства да в общем то не знаю но я на самом деле не спрашивал насколько это решение или само так выходит но тем не менее момент если мы его приглашаем то обязательно вот обеспечены вот как раз живые интересные всегда позы какие-то необычные то есть какой-то всегда творческий подход что на мой взгляд очень круто вот видите что стопа немножко по-другому да видимо она с того момента как я фотографировал до вот этой секунды она уже там чуть чуть сдвинулась скорее всего может быть пока тонким мы обрисовываем да ну и надо понимать что мы видим планшет немножко под углом да то есть то что у нас опорная согнутая нога она выше сейчас стопа чем откинутая в сторону связано с расположением планшета но так вот мы достаточно легко стараемся намечать расслаблено да особо не париться что там на самом деле лишнюю линию проведешь еще что то да и чтобы не париться как раз мы можем брать например как вариант такой тоненький фломастерчик совсем а потом чуть-чуть активнее вот уже наверно 03 пошло да тут немножко активней тут конечно важно все время контролировать что мы смотрим в целом и работаем широко потому что конечно искушение там взять какой-то кусочек начать отрисовать она всегда есть и нужно стараться тем не менее развивать именно видение фигуры в целом если уж ее рисуешь если рисуешь каждую деталь то тогда не как бы неважно длинными линиями стараемся работать длинными характерными стопы стопы кстати отдельно стоит порисовать но это конечно мы с вами все время обсуждаем этот момент тем не менее всегда будет актуален голова но с головой важно ее размеры и расположение остальное уже там вторично это так и так и такие приоритеты да они должны быть обязательно когда можно так быстро померить да вы быстро несерьезно померить так ну и более перепутал фломастер более жирно да там где-то сразу активно линейный рисунок конечно мне кажется вот поскольку он нам актуален до чем бы не заниматься до уверенный линейный рисунок через наброски как раз очень хорошо ставится и частности вот такая техника когда ты рисуешь сразу какими-то почти что кроющими материалами быстро на них по крайней мере выходишь да там через может быть сначала тонкий но тем не менее вот она конечно его достаточно так актуализирует для нас вот необходимость сразу линии хватать и когда какие-то части мы расставляем на туловище там какие-то точки там еще что то нужно понимать что это не просто точки до что это вот именно конструкция и мы расставляем точки в определенные места которые мы четко понимаем как формы ну как четко понимаем стараемся как хотим понимать как формы да а не просто там ой точечка там да то есть с одной стороны этот момент конечно останется да ой точечка да но тем не менее вот надо активизировать то что все равно это воспринимаем ощущаем понимание может быть растет но вот попытка ощущать она в общем возможно сразу практически даст для понимания нужно там ждать много лет то попытка ощутить как форум возможно сразу но немножко внутри заходим на какие-то там тоже чирочки делаем если мы не можем все там блин нехти поворот на месте потому что жирный можно брать конечно были бы более тонкие инструменты но можно и в общем то просто какие точки расставить это сработает вместо карандашных линий показывающих переломы ну вот ногу еще можно попробовать отдельно немножко сокращение конечно мы сейчас смотрим поэтому немножко такой эффект необычный но вот такая она старая серия еще третье осталось спасибо вам за внимание дамы и господа всего доброго на набросках у нас наверно скоро появятся свободные места так что если будет это большое желание то можно попробовать договориться об этом когда и и и и и и